Итак, наступил опять момент нашей встречи на канале Фанни Маршунску. Обычно все в клипах обращаются, я уже говорил, на вы. Вы имеется ввиду как обширной аудитории. Но на самом деле, наверное, 99,9% людей вряд ли садятся в группы и смотрят мой ролик или вообще смотрят интернет. Обычно это происходит индивидуально, поэтому более точно было бы обращаться, там, привет, ты опять за компьютером, я опять в лаборатории, я нашел все-таки время. И как-то настроение и вдохновение для того, чтобы напилить этих роликов, что-то добавить на канал, что-то рассказать о том, что происходит. И по ходу, по количеству тех подписчиков и людей, которые наблюдают за каналом, все-таки что-то в этом есть полезное. Прервали какие-то посетители меня на какое-то время, забыл о чем начал. Но говорили о том, что индивидуально каждый сидит за своим компьютером, поэтому более точно было бы обращаться вроде бы как, привет, ты за компьютером, я в лаборатории. Давай, в прошлый раз мы прервались на технических вопросах работы с вот с этой банкой. Берем камеру и с руки продолжим нашу публикацию. Но, хотелось бы поделиться одной такой вот замечательной историей, которую я помню с детства. Приблизительно люди моего поколения хорошо помнят такую передачу, которая называлась «Очевидная и невероятная». Скорее всего, что все подписчики или кто смотрит канал моего возраста, это те люди, для которых программа «Очевидная и невероятная» не могла пройти мимо. Там ведущий был такой копийца, какой-то профессор, академик, ну интереснейшая программа, я смотрел ее, это мне в возрасте где-то мне было, там, ну в школьном возрасте, скажем так. Я смотрел эту передачу в захлеб, когда тогда не было интернета, нельзя было там записать или посмотреть или в ютубе найти. Вот можно было только попасть на эту трансляцию, я в захлеб смотрел все повторы этой интереснейшей передачи. Один раз я смотрел очень удивительную программу о том, один ученый проводил исследования относительно зеленых растений, и вот он делал такой эксперимент, когда растения помещал, растения, которые находились в лаборатории, он брал, прикреплял к ним датчики, и рядом с этими растениями гибли какие-то организмы. Он брал другое растение, ломал ему веточку, отрывал листочки, вот занимался таким живодерством, брал вот в кипяток, бросал креветок, и датчики вот этого прибора фиксировали активность у контрольного растения, то есть растение реагировало на гибель организма в пространстве. Это очень такой вообще интересный вопрос и относительно буддизма, и относительно многих вопросов. Так вот, этот ученый, я не помню, естественно, как его была фамилия, проводил такие исследования, и четко зафиксированы были материалы и результаты того, что это растение ощущало гибель другого организма в этом помещении. Потом он делал такой же эксперимент, когда это растение находилось вообще в другой комнате, и даже на таком большом расстоянии оно ощущало, что в другой комнате, когда бросали в кипяток креветки, это ощущение выдавало активность. Ученый зафиксировал это все наглядно, документально, значит, все материалы были у него подтверждены фактами. Вот, когда другие ученые пробовали провести те же самые эксперименты, получить результаты этого ученого им не удалось. То есть, по факту, такие результаты именно были у этого ученого. Ну, я бы не сразу бы стал кричать относительно лохотрона и всего остального. Возможно, некоторые факторы, которые для него казались очевидными, он не учел именно в материалах своих исследований, публикации к своим исследованиям, и другие ученые, не учитывая эти факторы, не смогли получить те же самые результаты. Вот такая история, какая-то на уровне таком, на форме притчи. Ну, пусть вот дальше давайте домыслим все остальное где-то в комментах, а сейчас вернемся все-таки к банке. И посмотрим, вернее, не посмотрим, а закончу я мысль из прошлого ролика, из прошлой публикации. Значит, вопросы в работе именно с этими жидкими средами возникают очень обширные. Мы говорили о том, как фактически производить, ну, просто назвать, как произвести добавку сюда, например, пластического материала. Что будет происходить, когда закончатся вот эти питательные вещества? Как будет себя вести мицелий, зная уже особенности роста вообще мицелия? То, что он бывает сначала колонизирующий, то, что мы как раз видим в этой емкости. Скорее всего, это какой-то колонизирующий мицелий, который беспрепятственно себе занимает пространство. И производя рост вот таким вот образом, вот, что этот мицелий будет делать в дальнейшем, когда закончатся питательные вещества, на каком этапе он остановится, как он будет выглядеть, что будет, если сюда добавить снова питательные вещества, как этот мицелий будет расти, если вот аккуратно его взять и изъять. Именно не сам материал, а именно вот эти мельчайшие клетки, поместить его на плотную питательную среду, значит, вопросов масса. И это только какая-то часть, которую я успел придумать, пока снимал вот этот ролик. Вот. А на самом деле их 1000 и 1. И самое главное, мне вообще не нравится вот такая посуда, где как для лаборатории это, естественно, какой-то вариант. Но как для практической деятельности носиться вот с такими огромными хрупкими и ненадежными емкостями вообще неудобно. Поэтому, ну, однозначно, что техническое решение, оно не то, что будет найдено, оно уже найдено. Значит, мицелий уже в каком-то промышленных масштабах будет производиться в других емкостях. И приблизительно я уже нашел решение, как это сделать. Ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли эти материалы поступят... Ну да, ну что тут таить. Эти материалы вряд ли поступят в ближайшее время в широкое пользование. Естественно, есть момент, что называется... Как это называется? Как правильно это назвать? Интеллектуальные собственности. То есть эти материалы, они будут предназначены, скорее всего, для коммерческого использования. И если кому-то будет интересно более детально ознакомиться с этими материалами, то попробуем это как-то сделать. Попробуем еще раз. Вот еще один вариант на эту тему. Посмотрим, что находится вот здесь. Ну, здесь я вижу, что как-то попало, видно, количество самого материала. То, что я всегда говорю даже при посевах на плотные питательные среды. Материала нужно... В идеале на чашку должна попасть одна живая клетка. И вот тогда вы получите самый активный, самый чистый и самый правильный клеточный материал. Если у вас на чашку в центре вы положите одну клеточку, и она вырастет радиально, как солнышко, на всю чашку Петри, вот у вас будут самые живые, самые активные, самые хорошие клеточки. Приблизительно здесь что-то произошло то же самое. Попало, видно, небольшое количество маточного материала. И равномерно вот вся вот эта медуза, она... 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 Она что делает? Ну, растет. Что же она здесь делает? Вот сейчас я просто так вот затормозил, потому что параллельно начал что-то крутить. Одну такую идею, что произошло бы, если взять... Эээ... Взять и... Ну, вот эту культуру взболтать. Что будет происходить с ней? Искренне мне... Ну, честно я вам скажу. Ну, такое ощущение, что... Ну, здесь мы не будем взбалтывать. Здесь вот это... Там только зарождается вот эта королевская вешенка. Пусть мы ее оставим в покое. Честно говоря, у меня такое... Какое-то противоречивое чувство. Мне что-то... Жалко... Жалко этот организм даже там тревожить. Как-то он там себе растет. И... Ну, здесь вот видим... Видите здесь... Ну, давайте немножко. Давайте мы это все-таки сделаем. Здесь попала не одна, а здесь их несколько. Давайте мы посмотрим, что будет, если мы начнем эту систему взбалтывать. Ну, давайте понаблюдаем. Вот, видим, что... Поднялась вот такая буря. Так, давайте еще более так активно и интенсивно. Опять же, один из таких вот интересных вопросов. Есть ли свободные клетки в этом растворе? Почему... Вот я наблюдаю всегда вот эти клетки, которые есть в растворе, они всегда собираются в одно-одинное целое. Вместе на дне. Вот. И опять мы... 10 минут закончилось. И до следующих... С роликов на канале Фанни Машумской. Они возможны только в том случае, если вы будете регулярно и самоотверженно ставить лайки, тогда у меня появляется мотивация и желание что-то снимать и что-то вам рассказывать. Так. 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 Так.